Светлана Николаевна, 20 минут. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 При температуре ниже 700 градусов начинает расти колосит и при температуре 450 градусов замедляется диффузия в Италии и премьерные границы, при которых корпорируется гемошетная структура. Скорость охлаждения металла при образовании гемошетной структуры была рассчитана по методу разработки для нефти дегритов и соответствует 100 градусов на миллион лет. Поскольку облачный дептимит во властях отсутствует, мы могли положить, что при температуре ниже 450 градусов охлаждение ошло более быстрым термином. И третий тип структуры туда автоматические структуры, которые проявлены в виде хрупких деформаций, неймовых линий, которые возникают при температуре ниже 600 градусов. А также структура перекристаллизации гемошетной структуры, это участок регулярной распорядоченной структуры, который образуется при температуре 750 до 750 градусов. И, собственно, на области локального управления, которая встречается на границах все речи Герзита с металлами. Область локального управления представляется в округлые реанимоволитные объекты, окруженные ореолом артенситом и имеют дендритную и лечеристую структуру. По химическому составу область локального управления подразделяется на комасит-ши-герзитовые, комасит-тероэлитовые и комасит-тероэлитовые. Они были однодушны для этих акваций, нейгран и верхний депросов по литеатурным данным способом. На основе упалок составов в классе локального управления и фазовых диаграмм, железный или фосфор, железо-фосфор серы, мы установили, что их кристаллизация происходит при температуре 1500-1000 градусов. А скорость охлаждения дендритов составляет 10,4-10,6 градусов в секунду, которые были рассчитаны по методу Скоттера. Необычные области локального управления были обнаружены на границах металла и силикатных включений. Эти области локального управления содержат кислород, содержащий фазы. Рядом с зависимых методами было подтверждено присутствие сигарита в них. Методом трансмиссионной электронной диспектроскопии и иерармной диспектроскопии. Образование этих областей локального управления представляется в рамках двух сценарий. Непосредственно израсплава, формирование непосредственно израсплава или в результате зимовых выветриваний. На данный момент вопрос пока остается дискуссионным, поскольку оба сценария негативно в своей положительной, так и церкви. Таким образом, термальная диспектроскопия в группе 2Е включает три этапа. Быстрая неравнестая кристаллизация металлического расплава при температуре 1500-1600 градусов, медленно остывание со скоростью порядка 100 градусов в миллион в секунду при температуре 870-450 градусов, и ударный индукцированный нагрев и локальное управление при температуре выше 1500 градусов с последующей кристаллизацией со скоростью влаждения 1040-1600 градусов в секунду. При этом составший грузитер может служить индикатором этих событий. В основном, по модальному соотношению пероцена стекла и фосфата. То есть, какие-то включения полностью стеклянные, какие-то представлены фосфат, какие-то стеклянные, фосфат стеклянные. А в основном, включение со встречи на 20%, 25% актероцена, 74% стекла и фосфат. Поскольку мы изучили довольно большое количество срезов включений, около порядка 50-60, мы пришли к выводу, что все эти типы включений не являются разными генетическими типами, а являются одним и тем же включением, которое на поверхности фосфата представлено разными разрезами. То есть, мы пришли к выводу, что это один тип национальные объекты. Минерология силикатных включений довольно проста. Они состоят из аспироксена и стекла, бронзит, торфит, торопатит, линит, силикат, простепенные фазы и акцессорные фазы хромит, сульфиты, линит и фазы триумизиона. Распределение редкоизменных элементов в разных типах включений довольно похоже, что подтверждает наш вывод о том, что силикатные включения – это однотипные объекты. В пероценах и стеклах наблюдается отрицательная европевая аномалия, тогда, как мы видите, наблюдается зеркально положительная европевая и нетерпевая аномалия. Распределение редкоизменных элементов в вау в составе разных типов включений также отражает их модальное соотношение фосфата, стекла и аномалия. На основании того вывода, что все силикатные включения – это однотипные национальные объекты, мы рассчитали средне-взвешенный валовый состав включения, взвешенный на площадь срезов. И таким образом мы получили практически плоский хамритовый спирт с небольшим европевым минимумом, но в семь раз упогащили нередкоизменные элементы по сравнению с хамритами. Несмотря на высокие содержания щелочей в средне-взвешенном валовом составе, он, тем не менее, находится на их комплитовом тренде. При компьютерном моделировании было показано, что средне-свешенный валовый состав силикатных включений располагается на тренде равновесной пистолизации и соответствует расплаву, который образуется при 75% равновесной пистолизации, или 25% частичному плавлению. То же самое обнаружили при распределении этой земельных элементов, что, несмотря на угощение, спектр соответствует близок к спектру, который образуется при 75% равновесной пистолизации. Таким образом, третье защищаемое положение силикатным включением территориям представляет собой химический объект национального строения. Распределение этой земельных элементов в силикатных включениях наиболее соответствует речь комплитовому источнику. Валовый средне-взвешенный химический состав силикатных включений наиболее признак состава устаточного расплава при 75% равновесной пистолизации или состава расплава при 25 частичном плавлении речь комплитового источника. И, наконец, переходя к сценарию, мы пытались синтезировать все наши выводы о том, что распределение земельных элементов указывает на то, что металл образовался при фракционной пистолизации металл, скорее всего, в ядре. При этом мелкозирность структуры металла указывает на его формирование в условиях быстрого охлаждения. И металл, и силикатные включения, как мы показали, имеют связь с лучшим амбитным источником. Поэтому мы предположили, что родительское тело материального группы 2E представляет собой частично дифференцированное тело, дифференцированные оболочки, ядро и внешне хорбитовый слой. При этом наш сценарий включает три этапа. На первом этапе сформировался частично дифференцированный астероид. В его ядре произошла фракционная пистолизация, а само ядро приобрело концентрические зональные астероиды, которые нашли свое отражение в составе металлитов 2E. На втором этапе произошло катастрофическое разрушение астероидов с обнажением части ядра и силикатной части. На третьем этапе происходили многоахтные ударные события, которые формировались удары на бассейне расплава и смешивались различные частицы силикатных пород, как хорбитовых, так и дифференцированных. Тем самым мы можем объяснить все разнообразие силикатных включений, которые встречаются в метеоритах группы 2E. На этой стадии образовывались магматические структуры, металии и силикатных включений. После этого, как по кроме ударных выбросов, ударные расплавы были захоронены и при этом формировались условия достаточно для медленного охлаждения и металла, и силикатных включений. Последующие данные события привели к многочисленным нарушениям в металле метеоритов, где властей локального охлаждения, распорядоченные структуры и в конечном счете выбросы метеоритов с родительского тела, которые достигли Земли. И четвертое защищаемое положение. Железные метеориты группы 2E вероятно образовались в результате ударного события на неполностью дифференцированном астероиде H-хондритового состава, при котором произошло повторное вплавление фрекционированного металла и восвешение с веществом примитивной хондритовой и дифференцированной оболочек с последующим быстрым охлаждением. Следующие ощущения положения. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok